Гора Афон 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 Будучи в общежитии, я получил большую помощь от одного из отцов. Он совсем не разговаривал, ни с кем. У него была потребность беседовать со Христом. Его сердце не лежало к тому, чтобы говорить с людьми. Достаточно было просто видеть этого человека. Он помог мне больше, чем жития святых. КОНЕЦ 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 Каждый день я постился до девятого часа. Кроме того, старался много дней подряд есть какой-нибудь один вид овощей. Например, одни помидоры, один латук, одну капусту. До тех пор, пока эта пища не надоедала. Так что я ел ее уже без желания. В храме я не садился в стасидию, чтобы меня не поборол сон. В келье вместо подушки у меня был обрубок каштанового пенька. Вместо кровати две доски с пустым местом посередине, чтобы позвоночник не прикасался к доскам и не нагревался. В начале дьявол поджаривал меня воспоминаниями о моих родных. Он приносил мне воспоминания то о матери, то о других родственниках. Иногда показывал мне их во сне больными, а иногда умершими. Когда мои аккумуляторы совсем сели, то есть, когда истощились телесные силы, я пережил одно необыкновенное событие. Однажды ночью я стоял и молился. Вдруг я почувствовал, как что-то опускается сверху, и всего меня омывает. Я чувствовал необыкновенное радование. И мои глаза стали подобны двум источникам, из которых ручьем текли слезы. До этого я много раз испытывал умиление и подобное этому. Но такое посещение. Было впервые. Это событие имело такую духовную силу, что оно укрепило меня и продержалось во мне около десяти лет. До того момента, когда уже позже я на Синае несколько иным образом пережил нечто большее. Горячее стремление к жизни безмолвной становилось все сильнее и сильнее. Прежде всего, он отправился в Иверский монастырь и приложился к Иверской иконе Пресвятой Богородицы. Когда он прикладывался, лик Божьей Матери изменился и стал очень нежным и сладким. Из этого изменения он понял, что его уход на безмолвие согласен с волею Божьей. Когда абсолютно веришься Богу, то тебе уже нет нужды просить о чем-то или беспокоиться, потому что Бог уже все понял. Только ожидай с терпением, когда плод созреет и упадет. Старец ожидал катер, будучи голодным и уставшим после всенощного бдения. Старец рассказывал. От истощения я чувствовал себя плохо. Я даже испугался, что потеряю сознание, и это увидят монастырские рабочие. Поэтому я собрался с силами, отошел подальше и спрятался за штабелями досок. В какой-то момент я захотел попросить Божью Матери о помощи, но тут же оборвал себя несчастный этот человек. Что же выходит, Божья Матерь нам ради хлеба нужна? И как только я это произнес, явилась сама Пресвятая Богородица и подала мне горячий хлеб и кисть винограда. Дальше то что уж рассказывать. Он предпринимал различные попытки удалиться в пустыню, однако все они были безуспешными. Путь на безмолвие был закрыт. Однажды отец Паисий договорился с лодочником, что тот перевезет его на пустынный остров и оставит там подвязаться одного. Но в назначенный день лодочник не приплыл. Затем отец Паисий договорился с еще одним монахом перейти на Катунаке ради безмолвия и аскезов. Но однажды ночью, еще до того, как ударило в Билла, отец Паисий постучал в дверь кельи этого монаха и сказал ему, что им нет воли Божьей идти на Катунаке. А монах, в свою очередь, рассказал отцу Паисию, что видел следующий сон. Мы бежали по крыше монастыря, и когда уже собирались с нее спрыгнуть, одна жена, одетая в черное, удержала нас сзади за одежду и сказала, что внизу пропасть, и мы разобьемся. Он искал безмолвной жизни, однако ему дали ответственное послушание Келларя и трапезника в особножительном монастыре Филофей. Как трапезник он быстро и ловко раздавал братья и продукты. Он всех умиротворял, оказывал влияние на братья примером своей жизни, своим характером и безупречным поведением. Стареньким монахом носил воду и дрова. Старец Евдоким на него показывал и говорил, вот хороший монах. Согласно архиву монастыря Филофей, он поступил в обитель 12 марта 1956 года. После года невидимых другим подвигов, он был пострижен в мантию и переименован Паисием. В честь ревностного митрополита кисарийского Паисия II, который был родом из Фарос. Постриг совершился 3 марта 1957 года. После пострига отец Паисии послал матери свою фотографию, на обороте которой написал следующее стихотворение. Родная матушка моя, поклон тебе от сына. В монахе, ныне уходя от суетного мира, лицом к обманщику врагу, один в глухой пустыне, всем из любви к Царю Христу он жертвует отныне. Мирская сладость, красота мне чужда и не сладко. В любви Спасителя Христа все сердце без остатка. Иду тернистую стопой, путем Христовым крестным, молясь, чтоб встретиться с тобой во Царстве Небесном. Твоей любви живая связь. Но к жизни вечной слову, умом и сердцем устремясь, я режу по-живому, по плоти наших кровных уз и размыкаю звенья и сбрасываю ветхий груз земного тяготенья. Моя отныне будет мать Мария, Матерь Бога, своим покровом охранять от вражьего прилога. В глухой пустыне буду жить, Царя Христа желая, О мире мира умолить, И о тебе, родная. Сочинение монаха Паисия Филофеита, Святая гора, 3 мая 1957 года, посвящается моей уважаемой матери, Паисии. А вот где самое? А вот это белое здание. Вот это белое здание, столярная мастерская, да? То есть дверь даже отсюда заболевает. Обычно монах новоначальный получает такое послушание, которое он не умеет делать, не делал до пострига. Вот здесь Паисии получил послушание плотника, который являлся его профессией. В редкий случай. Монахи должны стать всецело светом, поэтому им нужно уподобиться сосне, волокна которой превращаются в лучину. Сосна должна вырасти на скалистом солнечном месте. Когда с нее сдерут кору, и она начнет плакать, ее слезы, то есть смола, будут под горячими лучами солнца постоянно пропитывать ствол и постепенно превращать всю сосну в хороший материал для лучины. Она дает свет и служит для растопки. Конечно, обтесывание нужно для того, чтобы счистить кору ветхого человека, а не для того, чтобы безрассудно ранить людей и делать их ни на что негодными. Монастырь Филофей находится на значительной высоте. Зимой там выпадает много снега и бывает очень холодно. Ради аскезы он не топил у себя в келье печку. Благодать Божия согревала его и сохраняла от серьезных болезней, несмотря на то, что совсем здоровым он никогда не был. И вот, хотя от аскезы я стал похожим на скелет, однажды ночью я почувствовал искусителя, как бы женское дыхание прямо у себя над ухом. Я тут же поднялся, начал церковное песнопение, зажег свечу. Когда я исповедал происшедшее духовнику, он мне сказал, «Должно быть, в тебе есть тайная гордость. Подобным искушениям оправдания нет. И действительно, исследовав себя, я убедился, что иногда мой помысел говорил мне, что я что-то из себя представляю и будто бы делаю, ну как бы это сказать, ну якобы делаю что-то значительное. Ух, какая же это чушь собачья! Когда в гордой душе сидит тангалашка, то есть бес, тогда плоть, даже если она подобна скелету, постоянно будет брыкаться, как постоянно брыкаются тощие, как скелет бешеные ослы, хотя их и доводят чуть ли не до голодной смерти, чтобы они успокоились. Поэтому новоначальному, начинающему монаху, необходимо сделать рентген у своего духовного врача, чтобы он увидел сначала, чем больной страдает, и чтобы врач назначил ему лекарства и диету. Здесь фруктовые сады, оливки внизу, здесь фрукты все. Здесь была роща ореховая, но сейчас вымерли все орехи и посадили новые деревья. Каждого монаха свой къезд. У монаха всегда настаёт такой момент, когда он начинает иначе мыслить, иначе жить, и всё, что вокруг него скорбного не происходит, является дорогой в Царство Небесное. Я молился у себя в келье, и вдруг у меня совершенно отказали руки и ноги. Я не мог не то что подняться, но даже пошевелиться. Меня сковала какая-то невидимая сила. Я понял, происходит что-то необыкновенное. В таком состоянии, словно меня прикрутили винтами к полу, я пробыл более двух часов. Вдруг, как по телевизору, я увидел с одной стороны Катунаки, а с другой монастырь Стамион в Кунице. Я с горячим желанием обернул взор на Катунаки и услышал голос. Это был голос Пресвятой Богородицы, ясно говорящий мне, «Ты не пойдешь на Катунаки, а поедешь в монастырь Стамион». «Матерь Божия», — сказал я, «я просил у тебя пустыни, а ты посылаешь меня в мир». Потом я вдруг разрешился от невидимых уз, и мое сердце исполнилось божественной благодатью. Я пошел к духовнику и рассказал ему о происшедшем. «Это воля Божия», — сказал духовник, «Однако никому не рассказывай об этом видении. Скажи, что по состоянию здоровья, а я действительно все время харкал кровью, так вот, тебе надо выехать со Святой горы и поехать в Куницу». И вот своим откровением Господь направляет стопы человека Божия Паисия в монастырь Стамион Конецкой епархии. Еще будучи солдатом, я дал Божьей Матери обет. Если ее благодать сохранит меня на войне, то я три года буду трудиться на восстановлении ее сгоревшей обители. Я думал, что поскольку стал монахом, то Божья Матерь не взыщет с меня исполнение этого обета. Но, видно, она этого не хотела. Так, в августе 1958 года старец оказался в тихом монастыре Стамион. Люди были рады его переходу в обитель, и многие приходили его навестить. Давайте зажжем лампадки. Давай, зажигай. Да. Сейчас. Это им было написано. Имена Оздравия, об упокоении. В списке Оздравия первым записано его имя. Монаха Паисия. Среди прочих есть имя Ира Монаха Арсения, ныне Святой Арсений. А тогда еще он не был официально канонизирован. Наиболее древними иконами являются вот эти, аналойные. Здесь разные святые. Но эта икона, вот там, где трое наших старцев, народ их считает святыми. В середине отец Паисий. Сейчас покажу. У них нет нимба, потому что никто из них не был официально канонизирован, но народ их почитает как святых. Монастырь наш, святая обитель Стамион, так он называется, был образован приблизительно в 1700 году. Здесь никогда не было много монахов. Один, два, три монаха, самое большее. Зачастую бывало, что вообще не было ни одного. Величайшей славой монастыря стал отец Паисий. Монах, который родился в Фаросах, но вырос в коннице. Монахом он стал на Святой Горе, а после, на некоторое время, прибыл сюда, то есть с 1958 до 1962 года. Четыре года он жил здесь, в монастыре. Отец Паисий начал восстанавливать сгоревшую обитель, не имея ни денег, ни материала. Ему помогали некоторые добрые христиане. Когда прибыл отец Паисий сюда, позаботился выстроить вон те кельи, напротив. Закупив древесину, отец Паисий сам сделал двери, окна, стасидии, столы и многое другое. Также он поменял крышу над церковью, устроил братские кельи. Целых семь лет я был с ним знаком. Его сестра жила здесь со мною. Он приезжал сюда часто. А когда привозили строительные материалы, всякие вещи для монастыря, привозили их все сюда, в мой дом. Да, сюда. И животные. Приводили сюда всех вьючных животных из конницы. Нагружали и уводили обратно в монастырь к отцу Паисию. По старой дороге, по тропинке. Ну, мы где-то часа два поднимались на животных. Очень часто он тоже вместе с нами поднимался. Брал камень и тащил на своих плечах. Одну вещь хочу вам сказать. Как только здесь жители деревни слышали, что старцу Паисию нужно помочь, они все разбивались в куски. У меня было много сил. Два часа пешего пути я проходил за 45 минут. Я пил воду, а организм мой перерабатывал ее в кровь. Случалось, что я по 3-4 раза ходил из монастыря в конницу и приносил на своих плечах строительные материалы для сгоревшего монастыря. Вот здесь проходил отец Паисии. Шел в конницу. Зимой, холодно. А по дороге обнаружил медведицу и достал он просвору. Вы знаете, что такое просвора? Мы ели ее. И говорит, возьми это и уходи. Она взяла и ушла. Медведи разве не спят зимой? Спят. Зимой они забираются в пещеры, лежат... Знаешь, что они делают? Лежут лапы. Передние и задние. Темы насыщаются. Госпожа Пенелопа Барбути рассказывает. Когда у него болела голова, он прислонял ее к иконе Пресвятой Богородице. И боль проходила. Тесто для просфор он замешивал без закваски. Он его осенял крестом, и оно поднималось. В том месте стоял отец Паисий. В руках у него были мощи и упали в самую пропасть. Спустился он по откосу и взял их оттуда. Без страха. Не боялся. Что, обманывать стану? Легко разве? Удивительно. Спустился и взял их. Ангел, святой человек. Он держался на такой ветке. Как бы вам объяснить? Вот. Вот на такую наступал. Не боялся. Мы своими глазами это видели. Это келья отца Паисия. Внутри маленькая. Давайте посмотрим. Здесь он спал. Это была его кровать. Это он сделал для защиты от влажности, потому что у него были больные легкие. А здесь у него была маленькая печка. Две иконы приклеены. Это и это. Вот эта икона Господа была написана в монастыре Сурати, где жил отец Паисий. По просьбе отца Паисия писалась. У него откровения были от Господа. Христос являлся ему. Икону и написали так, как отец Паисия писал, с добрым лицом. Имейте в виду, что всего лишь один год в этой келье прожил отец Паисий. В 1961 году он ее построил. Первые три года жил в бараке за пределами монастыря для духовной аскезы. Там спал. Насколько удаляются люди от простой, естественной жизни и придаются роскоши, настолько они умножают и свой страх за завтрашний день. И насколько развивается мирская вежливость, настолько же теряется простота, радость и естественная человеческая улыбка. На возвышенном месте, правее от входа в обитель, он вырыл могилу, поставил над ней крест, каждый день зажигал перед ним лампадку и кодил ладаном. Он делал это и для того, чтобы помнить о смерти самому, но главным образом ради мирских людей, чтобы они, видя перед собой могилу, не могли развлекаться на этом месте. Прекратились пирушки и танцы, которым прежде предавались возле обители жители конницы. Старец считал недопустимым, чтобы люди развлекались рядом с храмом, в котором совершается служба. Только на престольный праздник он оказывал мирянам снисхождение и позволял накрывать напротив монастыря под буками возле источника праздничные угощения. В то время в деревнях вокруг конницы царили страшная нищета, заброшенность и горе. Старец собирал одежду, деньги, продукты и лекарства, упаковывал их в посылки и посылал нуждающимся. Когда старец жил здесь, в коннице, в разных местах в деревне, он расставлял такие коробочки внизу реки и у святой Варвары. И у кого была возможность, бросал туда какие-то деньги. Один раз в неделю приходил он сам или какой-то его помощник. Собирал, что там было, и раздавал деньги бедным семьям. Либо покупали они им еду и раздавали. Господин Фома Тасиус свидетельствует. Один старик жил в пещере, покинутый всеми. А отец Паисий каждую неделю приносил ему необходимые продукты и своими руками его мыл. Он выходил из монастыря еще затемно и шел к этому старику так, чтобы никто об этом не знал. Я хотел одного, но у Бога был свой план. Впоследствии оказалось, что я пришел в Стамион главным образом для того, чтобы помочь восьмидесяти своротившимся в протестантство семьям вернуться в православие. На собрание сектантов старец посылал доверенных людей, чтобы узнать, кто именно приходит слушать. Потом он приглашал слушателей еретических проповедей к себе и один на один увещевал их. Некоторых из них он принимал в монастырь на работу. Также старец встретился с главарем сектантов, который приезжал из Солоник и убедил его больше не приезжать в конницу. Святые раньше только присматривали за миром. А сегодня и Христос, и Божия Матерь, и святые постоянно то одного где-нибудь подхватывают, то другого от чего-нибудь удерживают, потому что люди сейчас неуравновешены. Сейчас такое творится, что, Боже упаси, это все равно, что у какой-то матери есть несколько трудных детей. Один глупенький, другой косенький, третий не сунг. Один человек сказал мне, люди прозвали Афины джунглей, но посмотри, ведь никто из этих джунглей не уходит. Все говорят, джунгли, джунгли, и все в эти джунгли избредаются. Еще святой, равноапостольный Константин Великий упразднил идолопоклонство и сделал христианство государственной религией всей тогдашней Римской империи. И вот сегодня нас снова хотят вернуть в это самое идолопоклонство. На государственном уровне позволяют строить мечети. Разным там гуру основывают у нас монастыри. Свободно выступают с лекциями, открывают какие-то различные празелитские центры. Масоны действуют у нас свободно, и эговисты тоже. На православие ополчилась целая куча различных религиозных учений. Но все это не удержится. Распадется, как карточный домик. Поднимемся на самый верх, чтобы было видно реку внизу. Вон та крутая гора называется Змоликас, вторая по высоте в Греции. В тот самый год, когда старец пришел в Стамион, он решил обрести мощи преподобного Арсения Каппадокийского, святого, который крестил его в детстве. С кончины преподобного прошло уже более 30 лет. Его останки еще покоились на кладбище острова Керкера, Корфу. Поручив заботу о монастыре своему брату Рафаилу, в октябре 1958 года старец поехал на Корфу. Там он стал искать своего старого друга и однополчанина Пантелиса Дзекуса. Большой праздник в честь столетия воссоединения Корфу с Грецией. В торжестве приняли участие молодой король Греции Константин и принцесса Ирина. Приехал премьер-министр Греции Папандреу. Старец Паисий застал своего сослуживца Пантелиса Дзекуса в мастерской за работой. Господин Пантелис не узнал отца Паисия и спросил. Отче, что вам угодно? Старец ничего не отвечал. Может быть, я могу быть вам чем-то полезен? Спросил Пантелис. Вот этим ответил старец и показал ему два своих больших пальца. У нас же были с ним одинаковые пальцы. Вот эти пальцы таких же у меня, как у него. Я чуть с ума не сошел от радости. Я побежал, обнимал его, целовал его. Пойдем домой, говорю ему. Пошли мы домой. Он хотел достать мощи святого Арсения и хотел, чтобы мы пошли вместе. Вечером я предлагаю ему мясо. Я не ем мясо, говорит он. А что ты будешь есть? Я, говорит, чувствую запах вареных трав. Ну что, траву будешь есть? Да, да. Ты в своем уме, я говорю. Да, буду есть траву. Ну, тогда он поел, и мы пошли спать. Один на одной кровати, второй на другой. Ночью он встал, была половина первого. Напротив висели иконы. Он пошел ко мне, посмотреть, сплю я или нет. Я сделал вид, что сплю. Он встал на колени, помолился, снова пошел в кровать. в полтреть его, он снова встал. Снова подошел посмотреть сплюлья. У меня были итальянские часы, у которых были светящиеся цифры. И я с рукой поверх одеяла заметил время. Так он встал, снова помолился, снова лег. В полпятого снова встал. Опять молитва. В шесть часов говорит мне, вставай, мы пойдем выкапывать мощи. Я говорю ему, мы не пойдем выкапывать мощи, потому что было восьмое или девятое октября. Да, восьмого он приехал, было девятое октября и шел дождь. Почему, говорит он мне? Потому что, говорю ему, когда здесь начинает лить дождь, это длится с октября до десятого января. Так всегда происходит. Мы пойдем, говорит он, пройдем двести метров и дождь прекратится. Поскольку я знал его с армии, я говорю, хорошо, давай только возьмем зонтик. Хорошо, давай только возьмем зонтик. к blurry, bois и лиман, мне. Степен hace мёря, сына и лиман дождь у на skeм. Дождь прекратился, тогда и приступили к раскопкам. Боялся, говорит старец Паисий, а вдруг он целиком, поскольку многие мощи откапывали целиком. И как же тогда я их заберу? Мне тогда не разрешат их забрать? К счастью, рассказывал он, Арсений полностью истлел, остались только косточки, которые он собрал, положил в мешочек и оттуда отправился с ними в салоники. И вот так и гибель за письмо с иди с аулинами. Продолжение следует... В Салониках он жил в гостинице, недалеко от площади Вардария. Пантеон назывался. Там вечером приспособил небольшой ящик для мощей и положил их рядом с собой. Он имел обычай молиться святому. Вдруг неожиданно, в темноте, почувствовал, что навалился на него кто-то черный, звероподобный. Чудовище. Схватил его, Паисия, за горло и начал душить. Что это такое, ты сюда притащил? Я закричал. Святой Арсений, помоги мне. И само собой, это звероподобное черное чудовище с рогами отпустило его, убежало, исчезло. Он пошел туда, принес мощи, и у нас они были. Я не помню сколько, 4, 5, 6 лет. И где ж? Я сейчас уже не вспомню. Он не хотел наверх поднимать в монастырь. У нас дома лежали эти мощи, и мы зажигали лампаду перед ними. Это там, в старом доме наверху. У него было нечто вроде чердачка небольшого там, наверху. Мы расположили эти мощи и зажигали перед ними лампаду. В житии святого Арсения написано, что после своего успения в 1924 году святой Арсений, не скованный ныне материальным телом, получил особую благодать Божию перемещаться по всему миру и помогать людям. Нас не разделяет ни место, ни время. Святые живы. Нам нет необходимости ехать ни на Афон, ни в Святую Землю. Вот вы в России, кто-то в Африке. С помощью молитвы, церковных таинств, человек верующий всегда может общаться с Христом, с Богоматерью, со святыми и со старцем Паисием. Это то, о чем я вам говорил. Мощи, привезенные старцем Паисием. Мощи, привезенные старцем Паисием. Мы почти не разделяем этих двух людей. Нам говорили, что видели старца Паисием, бегущего и заботящегося о монастыре святого Арсения. И мы знаем, что так же происходит и в других монастырях, которым покровительствуют святые. Значит, у нас есть и святой Арсений, и старец Паисием. Они являются, я бы сказал, двумя сторонами одной медали. Они неразрывно связаны, обладают одним и тем же духом и большой благодатью Господа. Днем старец очень много работал, а ночи проводил в бдении. Самостоятельно вычитывал богослужения суточного круга, как научился на святой горе. Он не оставлял ничего из предусмотренного монашеским уставом. С необыкновенной скрупулезностью исполнял свое личное монашеское правило. А кроме того, молился по четкам о живых усопших, а также о людях, имевших особую нужду в молитве. Зовусь Панделис Дзинелис. Имел дело с отцом Паисием в 61-м. Приехал сюда обучаться на плотника и токаря. Остался на целое лето. В течение того лета узнал, как делать окна. Отец Паисий часто на длительное время оставлял меня одного здесь, в монастыре, а сам уходил молиться за его пределы. Меня же он оставлял. Если придут люди благочестиво одетые, то разрешаем заходить в монастырь. А если не благочестиво, то нет. А я было дело согрешу. Пропускаю и так, чтобы подкидывали денежку, помогли монастырю. Он же, отец Паисий, непонятно, как умудрялся и за мной следить, и за людьми. Было так один-два раза, когда он подходил ко мне и говорил, «Согрешил ты, Панделис, пускаешь людей неблагочестиво одетых». Поводом для его ухода, вернее, причиной его ухода из монастыря стало то, что на престольный праздник жители устраивали пирушку. Мирскую, с дудками и прочим. И он ушел. Потом его старейшины конницы попросили вернуться. Он вернулся, но через год ушел насовсем. Я познакомилась со старцем Паисием, когда мне было пять лет. Познакомились, когда он жил в коннице и в монастыре Стамион. Мы с ним общались. Для меня он всегда был воплощением исключительного человека, человека праведного, святого. Тогда, конечно, некоторые жители воспринимали его не очень хорошо. Скорее всего, из-за того, что он запретил обширные народные гуляния возле монастыря Стамион, которые часто заканчивались выяснением отношений между группами празднующих местных жителей. Ему было неприятно, он запретил устраивать эти гуляния. И были люди, которым это пришлось не по нраву. Однако я уверен, что конница полюбила старца. Считали, конница – благословенное Богоместо, потому что здесь была родина старца Паисием. Что мне вам сказать? Я только начальную школу закончил. Многого не знаю, чтобы о чем-то рассуждать. И тогда я услышал про хорошего монаха в коннице в Северной Греции. И поехал повидаться с ним вместе с одним своим другом, чтобы побеседовать с ним на духовные темы. Мы встретились, я думаю, это был сентябрь-октябрь 1962 года. И тогда я говорю, да, а вы не хотите приехать на Синай, старец? Старец сказал, что думал об этом до того, как я приехал. Я, конечно, удивился, как это возможно. Тогда он говорит, возьми мою греческую карточку и сделай мне заграничный паспорт. И еще говорит, возьми деньги и дает мне деньги на билет. Я не хотел их брать. Он настаивал, чтобы я взял деньги. Он был монахом и прожил 4 года в Стамионе. Он спускался сюда в воскресенье, чтобы присутствовать на службе, потому что в монастыре не было постоянного священника. И вот он приходил сюда на службу и причастие. На этом месте в алтаре он стоял и молился. Именно в эту дверь он как-то раз встал, вышел и отправился прямиком на Синай. Монахи – это радисты Матери Церкви. Если они уходят далеко от мира, то делают это из любви, ибо уходят от радиопомех мира, чтобы иметь лучшую связь и больше и лучше помогать миру. Монахи – это радисты Матери Церкви. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»